Можно начать и не обязательно с who, вот то, что мы говорили, всегда есть исключения, но на это должны быть какие-то основания. So, please read the explanation in a yellow piece of paper. This happens when you want to... Emphasize, emphasize. Emphasize that element and your voice should emphasize it as well. Emphasize усилить, emphasize окрасить. Can you translate this rule, this small rule, this small exception? Это маленькое исключение. Это происходит, когда ты хочешь окрасить элемент, и ты должен... Также выделить этот элемент и голосом, правильно? Да. Да, то есть должны быть логические основания для... Логика должна быть какая-то в этом. И плюс к этому еще ты голосом должна подчеркнуть это. Давай посмотрим. А в письменной речи, если это идет разговор о письме, не о речевой фразе, а о письменной фразе, ты должен... Ты... В письменной форме ты должен... Отделить, separate, сепарировать, отделить. Сепарировать этот элемент от предложения с помощью запятой. Wonderful. Желательно еще и запятую поставить. То есть, если это фраза звучит, но это очень-очень-очень-очень тонкие детали. Просто мы вникаем уже очень глубоко, очень профессионально, это очень тонкие детали. То есть, если ты перестановки делаешь, если это в разговоре происходит, то тогда та перестановка, которую ты сделала, она каким образом выделяется в разговоре? В разговоре интонацией. Nice. Голосом интонацией. А на письме, если ты пишешь и делаешь перестановки на письме, как это выделяется? Запятой. Запятой. Но она будет, по-моему, говорить об этом. Самое главное, чтобы должны быть логические причины какие-то для этого. Окей. Ну, у нас разговор, это передача...